В эфире главные новости Благовещенска. О последних событиях вам расскажут мои коллеги и я, Дмитрий Козлов. Здравствуйте! В областной столице ввели режим повышенной готовности. Постановление подписал мэр Олег Имамеев. По прогнозу местного гидромедцентра на регион вышел западный циклон. В ближайшие дни ждут ливни с грозами и шквалистый ветер. Далее обсудим другие темы. Безразличие и безалаберность. Городские власти назвали ситуацию с отключением электричества вопиющей и попросили коммунальщиков не издеваться над жителями. Единство до благоустройства доведет. В плодобитомники завершают реконструкцию общественной территории. Местные показали мэру еще один проект. Адмиралы стали. На судостроительном заводе проводят экскурсии для любопытных благовещенцев и рассказывают, откуда там взялся Василий Бубнов. Вопиющий назвал ситуацию с отключением электричества в городе и жестко раскритиковал коммунальщиков мэр Олег Имамеев. Компенсировать испорченные продукты и лекарства благовещенцам обязался АКС. И это самое малое, что они могут сделать, написал в своем телеграмм-гранначальник. Коммунальщики объяснили причин отключения электроэнергии, температура, повышенные нагрузки и износ кабеля. Главный вопрос, который адресовал мэр компании, которая обслуживает сети и получает за это прибыль, почему вовремя не переподключили потребителей. Олег Имамеев написал, считаю это безалаберностью и полным безразличием горожанам. Из-за случившегося первый заместитель мэра Благовещенской Дмитрий Гумиров по поручению Олега Имамеева провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. У вас сколько фидеров? Вы не могли за сутки посчитать вот эту нагрузку на 17 домов? Если у вас была техническая возможность переподключить, вы что над людьми издеваетесь? У вас нет калькулятора или что? Что для этого надо, чтобы вы посчитали? Я даже не знаю, как принимать сейчас ваши пояснения, когда выясняется, что техническая возможность у вас есть и она не исчерпана сейчас. Только посчитать надо. Давайте я вам математика приведу, не знаю, с университета, чтобы она вам посчитала, если вы сами не можете посчитать. Ну вы что издеваетесь над людьми-то? Вы почему так себя ведете? Без света больше суток оставались 17 многоквартирных домов, 12 частных, организации. За все это время мэру поступило более сотни сообщений и звонков от горожан. Дозвониться в диспетчерскую АКС попросту не могли. То, что произошло за сегодняшние, за последние сутки, это из ряда вон выходящие. Если мы в последние годы всегда работали на порыве, находился всегда, директор находился там, ЖКХ там, я приезжал, то в этот раз вы просто оставили это все на мастера своего, в надежде на то, что он вам там все исправит. И все на этом, все эти работы закончились. Тем временем в 12.35 пресс-служба АКС предоставила информацию, что электроэнергия вернулась во все жилые дома. Проверкой деятельности амурских коммунальных систем занялась прокуратура. По соцсетям разошелся ролик, на котором видно, на строящемся автомобильном мосту через Зею сместились металлоконструкции. Авторы видео заставили понервничать пользователей своими комментариями. Там хоть все живы, отскочили кто смог. Происшествие прокомментировали в региональном Минтрансе. Там рассказали, на объекте временные конструкции расширились и сместились из-за аномальной жары. Никто из строителей не пострадал. Основные строения сдвиг металла не повредил. Мост продолжают возводить в штатном режиме. Перекоп в районе Мухино-Релочного на этой неделе должны одеть в асфальт. Ускорить работу и сдать этот участок в ближайшее время подрядчику поручил мэр Олег Амамеев. Он проинспектировал, как идут работы в переулке в целом. Строители практически завершили самые масштабные работы в переулке Релочном между Мухиной и Комсомольской. Здесь заменили инженерные коммуникации, обустроили тепловые камеры и сельфонные компенсаторы. Вообще Релочный ремонтируют в два этапа. Причины технические. Обнаружили дополнительный объем работ. Кроме того, специалисты иногда отставали по темпам. Мы уже не смогли в зиму работать по сетям, потому что это уже влияло на отопление ближайших потребителей. В связи с этим работы по устройству тепловой камеры и вообще работы с теплотрассой были перенесены на конец окончания отопительного сезона. Что было и сделано. И в дальнейшем мы приступаем к работе. Позрачи приступают к работам по благоустройству территории. Закончить с благоустройством территории, да и вообще со всеми работами на этом участке специалисты пообещали к концу июля. К 25-му числу проезд должны открыть. Мэр дал поручение, чтобы перекоп Релочный и Мухина устранили раньше основного планируемого срока. Подрядчик обязуется одеть в асфальт этот участок и восстановить движение на этой неделе. Проигнорировать знаки ограждения на другом участке областного центра решил призрачный гонщик. Так в социальных сетях прозвали автолюбителя, который удирал от госавтоинспекторов, но угодил в перекоп на Чайковского. В ГИБДД прокомментировали ситуацию. Около двух часов ночи поступило сообщение, что водитель прогресса наехал на дорожное ограждение в районе Горького-Чайковского. Повредил его. Авто тоже получило значительные механические травмы. Люди не пострадали. Обстоятельства выясняют госавтоинспекторы. Жители Плодопитомника разработали проект на конкурс по инициативному бюджетированию. Мечтают дать старому футбольному полю новую жизнь. Если получится пройти в программу, то на спортплощадке обновят покрытие, ограждение, установят тренажер и кольцо для игры в баскетбол и лавочки. О своей идее сельчане рассказали Олегу Имамееву. Градначальник уверен, воплотить задумку получится. Два года назад они уже показали свое единство. Именно благодаря этому преображается общественная территория в центре Плодопитомника. Кристина Слепцова продолжит. Убрать в квартире с помощью такой швабры получилось бы моментально. Но предназначено устройство не для этого. Им строители выравнивают основание будущей пешеходной дорожки. Ее выложат из плитки. Те, что вдоль озера, будут из природного камня. Так предусмотрели по проекту. Вообще тропиночную сеть здесь разбили с нуля. Преобразилось и озеро. Водоем укрепили, георешеткой отсыпали. Готовы основания под детские игровые комплексы. Теперь подрядчик ждет, когда их изготовят. С поставщиком постоянно на связи. И обещает отправить. То есть частично, первая партия как будет готова, контейнер он отправит. Так что я попросил, что у нас в конце августа уже как бы сорок заканчивается. Ну, у них полностью загружена забота. То есть при возможности мы сделаем. Станет эта территория также светлее и зеленее. Здесь высадят больше 60 новых деревьев и кустарников. Большое внимание специалисты уделяют водоотведению. Посмотрите, вот эта часть она используется как водоотодная канава. Чтобы не возьму. А у нас здесь идет лоток полный. Да, все, 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 правильно. Лоток, ну, кроме лотка, мы договорились еще 40-70, типа чебня, чтобы все-таки, ну, очень много воды. Все правильно, здесь воды очень много будет уходить. Тем более сейчас у нас поверхность будет такая уже твердая, воды будет собираться много. В целом новая зона отдыха в плодопитомнике готова на 70%. Олег Имамеев поручил куратору от заказчика городского управления капитального строительства внимательно еще раз осмотреть всю территорию и обратить внимание на мелочи, которые в конечном итоге могут испортить всю проделанную работу, где необходимо подсыпать щебень, где-то дополнительно высадить дерево. Местные жители решили уточнить некоторые моменты самостоятельно. Вот, которые стояли тренажеры, туда ходили взрослые люди, пользуясь им. А по плану у нас стоят только тренажеры для детей. Можно ли добавить взрослых людей? Вы же понимаете, да, что сейчас подрядчик делает по проекту. Проект основан на концепции. Концепция основана на опросе жителей в том числе. Здесь проводился ЦРТ-опрос. Я не знаю, кто хотел участвовать, кто не хотел, не участвовал, кто-то сейчас каждый день узнал. Здесь все сделано как раз то, что хотели видеть жители. Сейчас выносить изменение в контракт невозможно. Но, конечно, власти не исключают, что после завершения контракта территория будет прирастать новыми мафами по возможности. Напомним, территория в селе Плодопитомник преображается по нацпроекту «Жилье и городская среда». Помогли в этом сами благовещенцы. Отдали большинство голосов за отдаленный район во время рейтингового голосования. В 2023 году по этому же принципу начнется благоустройство сквероводников. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». На миллион рублей штрафовали благовещенских продавцов, которые для своего бизнеса выбрали неудачные места. С начала года специалисты потребрынка вместе с полицейскими и Россельхознадзором выявили 346 фактов незаконной торговли. Штраф за нарушение до 10 тысяч рублей. И это, если попались впервые. За повторное в два раза больше. Специалисты предупреждают горожан. Мясо с электрошашлычниц, овощи и фрукты, парфюм, бижутерия. Все, что продают вдоль дорог и на тротуарах, может навредить здоровью. Товарам легко отравиться или заработать инфекцию. Продукцию местных производителей просят покупать в законных местах. Их в городе шесть. Полный список публикуем на сайте tv-город.рф. И к другим темам. Благовещенск посетил трехкратный чемпион мира по Кио Кусинкай Хаид Монтаев. В областную столицу он приехал не для мастер-классов, чтобы продвинуть в карате в массы. Школьные. При Амуре готовится присоединиться к дальневосточному проекту и к Кио Кусинкай в школу. В чем его суть и когда наш регион планирует стартовать, расскажем в сюжете. Чтобы человека обмануть, мы должны это постоянно менять. Один раз отсюда, сюда. Другой раз отсюда, сюда. Владелец такого приема может не только поединок выиграть, но и за себя постоять, если придется. И даже девчонки. Карине Алтуниной всего девять, несмотря на юный возраст. У нее желтый пояс. Экзамен на него юная Благовещенка успешно сдала месяц назад. И это не предел. Цель черный. Желтый пояс – это очень сложно. Мне пришлось изучать второй пинан, второй сакуги и первой сакуги. И всякую технику. Мне надо было отжиматься 30 раз. И приседать 30 раз. И было выпрыгивание 30 раз. Постигать искусство карате юные горожане вскоре смогут не только на секциях, но и в школе и третьим уроком физкультуры. Учить будут не столько бойцовской техники, сколько философии и дисциплине восточного единоборства. Проект Кио Кусенкаев «Школу» поддержал полпредпрезидентов ДФО Юрий Труднев. Мы работали как пилотный проект в Афганской области. После того, как он себя проявил, мы решили этот позитивный, положительный опыт распространить, переживать во все другие регионы ДФО. В 10 регионах нас поняли, услышали, поддержали. И сегодня остается 11 регионов Камчатка, куда я завтра направляюсь. Дать старт пилотному проекту решили и в Преамурье. Сейчас специалисты работают над образовательной программой и выбирают школы, где запустят новшества в первую очередь. Кстати, вести уроки каратэ будут тренеры с педагогическим или спортивным образованием. У нас подрастающее поколение, молодежь, многие учатся в институтах. И какую-то часть школ, конечно, можно будет попробовать. Прорабатывается у нас именно самотехническая часть, как это будет все выглядеть. Ну, даю слово, что мы все постараемся. Стараться каратисты будут сообща. Проект в регионе поддержали несколько организаций, практикующие Киа Кусенкаева Мурской области. Ввести в расписание школьников новые занятия планируют в начале учебного года. Алена Лепкалова, Юлия Мишурнова, Виталий Антонюк. Программа «Город». Лица испачканы, но с них не сходит улыбка. В воздухе пыль, всех цветов радуги и море позитива. Вокруг зажигательные ритмы и танцы. Это атмосфера фестиваля музыки и красок, который прошел на одной из турбаз Благовещенска. На площадке под открытым небом собрались семь сотен отдыхающих. Самые яркие моменты в объективе нашего телеоператора. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Благовещенцы смогут поискать казачьи корни или дальних родственников, почитать старые письма и рассмотреть открытки в неделе генеалогии. Ее приурочили ко дню семьи, любви и верности. Во время лекции «Как сделать первые шаги в изучении своего рода» горожанам расскажут о полезных интернет-порталах и литературе, поделятся опытом работы с документацией и различными ведомствами. На психотерапевтическом квесте «Мой род» с Благовещенцами проработают материнские и отцовские линии с помощью метафорических карт. Подробный план мероприятий ищите в Телеграм-сообществе «Амургенеалогия». Без карты книг два десятка благовещенцев погрузились в историю одного из городских предприятий. Увидели прошлое и настоящее завода, который принимает заказы со всего Дальнего Востока. Кто такие Василий Бубнов и гигант, теперь знает и наш корреспондент Алена Лепкалова. Она присоединилась к полуторачасовой прогулке. Это конструктора, мастера, начальники производства. Это обобщенный образ, логотип завода Дерны. Все ключевые фигуры, благодаря которым работает судостроительный завод, уместились на деревянном панно. Оно встречает посетителей местного музея. Шедевр создали московские умельцы к столетию предприятия. Рядом не менее интересный и ценный экспонат – знамена соцсоревнований, которые проводили в Советском Союзе среди крупных предприятий. Самое интересное участников экскурсии ожидало не в хранилище, а во дворе. Гостям показали известную архиерейскую дачу святителя Иннокентия. Она расположена на территории завода, ему же принадлежит. Вековая постройка встретила благовещенцев раскидистым вишневым садом. Ближе к Зее красуется среднее добывающее судно. Почти полвека назад такие использовали для промысла рыбы. Гигант приносил до 100 тонн за раз. Мы таких построили 7 единиц. Издали, они успешно отработали, и многие уже на иголки пошли, уже отработали свой ресурс. А вот это судно, восьмое, поскольку заказчик исчез, ну как он исчез, государство распалось, было федеральное ведомство в Советском Союзе, оно прекратило свое существование, финансирование перестало поступать. Судьбу этого судна предстоит решить Федеральному агентству по рыболовству. Завод лишь хранилище, объяснили на предприятии. В одном из сухов завода уже два года живет Василий Бубнов. Малое гидрографическое судно. Назвали его в честь адмирала Тихоокеанского флота. Корабеллы практически собрали корпус, сейчас наполняют его внутренний мир. Эти белые полосы – сварные швы. Чтобы проверить их прочность, их смазывают керосином. Если пятна проступают, шов ненадежный. Василий Бубнов проверку прошел. Проводить экскурсии для благовещенцев инициатива самого предприятия специалисты Народного музея помогли организовать группы. Очень познавательно. И все-таки это история наша. Тем более мы приехали из Искова района с мужем. И удачно вот так попали. Интересно. Интересно рассказано. Все доступно. Все по полочкам разложил. Благовещенцев, которые в этот раз не попали на завод, зовут посетить его 12 июля в 14.30. Записывайтесь на экскурсию по номеру на экране. Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». При Амуре впервые увидит мир Сибири. Так называется Международный фестиваль этнической музыки и ремесел в Красноярске. Туда отправится амурчанка, которая делает уникальные женские украшения из бисера. Пожелаем победы нашей землячке. На сегодня это все. Если вы хотите стать героем одного из наших материалов, звоните в редакцию по номеру 524202. Спасибо за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин